Прыгнул раз и захотелось еще. Сегодня на счету зауральского парашютиста Романа Белкина 783 прыжка. Инструктор парашютно-десантной подготовки признается. С детства успешно занимался греко-римской борьбой и никогда не думал, что испытает ощущение свободного падения. Попробовать себя в экстремальном виде спорта Романа уговорили друзья. Прошло 4 года, а остановиться мужчина так и не смог. Сегодня он сам преподает азы парашютного спорта. В основном, конечно, приходят перворазники, которые разные причины. Кто-то хочет себе доказать, что он не боится, что он не трус, кто-то хочет любимой девушке доказать, кому-то прыжок подарили. В результате очень многие остаются, потом прыгают как спортсмены, проходят определенный курс, переходят на более сложную парашютную технику. Сделать безопасный шаг в бездну с разрешения родителей можно уже в 14 лет, рассказывает инструктор. Потом, если позволить здоровье, прыгать можно до глубокой старости. Есть у нас случай, у нас прыгал 70 лет дедушка, но, естественно, был допущен у нас только зимой, то есть, когда снегу было до колена. То есть, по своим параметрам человек здоров, прекрасно, то есть, он получил большое удовольствие, бабушки ему звонили на сотовый. Опытные парашютисты не считают этот спорт экстремальным. До полета все куполы, тросы и ремни тщательно проверяются несколькими специалистами. Каждая парашютная стропа выдерживает 150 килограммов веса, всего их 30. Самое главное парашютисту зайти в самолет, выпрыгнуть и приземлиться. То есть, на высоте 300 метров у вас, если что-то случилось, всегда, я подчеркиваю, всегда с работы запасный парашют. Сегодня парашютный спорт в Курганской области развивается стремительно. Зауральцы с удовольствием отмечают День парашютиста и готовятся к новым свершениям. Смелый человек раз шагает, чего больше сказать. А чего он ощущает? Всякие ощущения бывают. Кто трусит, но все равно пытается. Кто смело идет вообще. Ну, я думаю, можно им позавидовать. В будних днях особо развлечений таких нет. Только во дворе играть. А так хочется острых ощущений. Большой выброс адреналина. И даже ничего не успеешь, испугаться не успеешь, не думаешь ничего, просто летишь. Надо быть все-таки оптимистом, не пессимистом же. Тогда уже, да, а так, если все время думать, не раскроется парашют, поедешь под машину, тогда зачем вообще все это? Юлия Кобылина, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион-45».